Доброе утро! Сегодня у нас пятница. В общем, сегодня день, когда уже нужно срочно-срочно-срочно покупать украшения для дома. Вот, покупать их, ехать в супер-пупер места, такие как Икея, в общем-то, то, что я люблю. Тогда, когда мне охота поваляться дома, и тогда, когда снега ещё на улице нет, и, точнее, уже нет, и новогоднего настроения уже вообще нету, нужно ехать за игрушками. Ну да ладно. Яра обычно очень сильно люблю Новый год и новогоднее настроение, но в этом году что-то как-то вот из-за того, что погода вообще никак не радует, новогоднего настроения, соответственно, тоже нет. Заеду за Никой, потому что мы с ней давным-давно договаривались, что нужно будет съездить, купить ей ёлку. У меня вроде бы есть ёлка, но нужно сейчас тоже будет посмотреть, в каком она состоянии. Вот, может быть, зайти в всякие льдоботы и прочие магазины и купить себе пару, не себе, а купить подарки уже паре знакомым. Ну вот, потому что частично я вроде бы что-то купила, но ещё вроде как не до конца. Вот. У меня после Сочи сел голос, я не знаю почему, но вот мой голос меня постепенно покидает. Хотя я вроде бы не кричала, но единственное, последний день мы как гуляли по променаду, и, наверное, меня чуть-чуть подпродугло. Поэтому я себя чувствую, знаете, таким вот курильщиком, прям вот со стажем лет в 15. Вот. Поэтому сейчас, кстати, нужно будет найти какое-нибудь приложение на iPhone, потому что меня дико бесит в последнее время брать карточки вместе с собой. Постоянно забываю вот свою визитницу и перекладываете сумки в сумку. И в одну сумку она мне вообще, допустим, не помещается. Поэтому сейчас нужно будет найти какое-нибудь приложение для iPhone, чтобы туда запихнуть все карточки. Потому что сейчас это супер модно, супер актуально. Вот. Я думаю, что сейчас быстро что-нибудь найду и буду заниматься тем, что как раз перед выездом забью туда все карточки. Ну, давайте попробуем что-нибудь найти. Для смартфона. Так. Я даже не знаю. Ну, давайте вот эту вот ссылку выберем. Слушайте, ну, в принципе, нашла какое-то приложенько, потому что их много. Но я решила вот просто в Яндексе забить. Называется Cardpacking. Вот. Вроде бы скачала много народу, поэтому не знаю. Его, наверное, и буду скачивать, чтобы потом не было вопросов. А какое у тебя приложение на iPhone? Радует, кстати, то, что здесь дефига карт, ну, магазины, в которых я хожу очень часто. То есть, твой дом, всякие детские миры, получается. Ну, в ленту X3 хожу, в льдоботе, самое главное, метро. Это та карта, которую я всегда забываю. Икея тоже та карта, которую я всегда забываю. Вот. Поэтому сейчас буду заниматься тем, что все буду забивать. Так, давайте сейчас опробуем функцию сканировать штрих-код. Ничего себе, реально сработало. Прикольно. И нужно ничего вручную вводить, заморачиваться. Ладно, все, пойду, короче, доделать все эти дела, и дальше будем болтать. Вообще, я понимаю, что я постепенно начинаю разучиваться, снимать видео, снимать влоги. Потому что я понимаю, что, особенно зимой, знаете, я такой человек из разряда сам себе на уме. То есть, не в том плане, что мне кажется, что я плохой человек. Нет. Просто я становлюсь более спокойной и менее такой вот активный, веселый. Мне кажется, это очень многим свойственно зимой. Но вот мне кажется, то, что для влогов всегда это достаточно скучно. Вот. И я даже не знаю вообще, кому-нибудь интересно смотреть влоги или нет. Очень громко, но я люблю сухие шампуни. Чем больше сухого шампуня, тем больше радости. Ну давай, да пшики, веселей! Все, закончилось. Сразу сейчас закиню в пустые банки. Я просто на самом деле терпеть не могу. Оставлять чуть-чуть какого-то средства на донышке. Потому что у тебя потом это средство стоит, и когда тебе нужно его чуть больше, получается, ты к нему тянешься, пшикаешь, а тебе не хватает, и ты думаешь, ааа, за что? Поэтому я предпочитаю либо выкидывать даже на донышке, когда остается средство, либо вот выпшикивать его все на голову, либо на лицо, и делать, допустим, там чуть больше. Кстати, вообще, как вы любите сейчас сухие шампуни или не любите? Потому что я знаю, что многие жалуются, что остается на волосах белый такой вот налет. У меня почему-то просто, допустим, после батистовских вообще ничего не остается. Хотя вот я раньше пользовалась, когда пыталась пользоваться их кондиционером, о котором я рассказывала летом в видео, мне он дико не понравился, потому что он вообще ничего не делал с волосами. Вот именно батистовские, именно шампуни сухие мне очень нравятся. Вот, поэтому если у вас есть такая вот проблема, как остатки вот этой вот непонятной, как это сказать, непонятно, вот этого порошка, который содержится, или талька, я даже не знаю, в этих шампунях, вот попробуйте батистовские, потому что единственное, что у них есть серия для темных волос, многие они отзываются хорошо, но я слышала отзывы о том, что она потом пачкает, допустим, белую одежду, и остаются вот такие вот небольшие разводики около головы. Поэтому, если вы им пользовались, напишите тоже, пожалуйста, потому что мне интересно, так как у меня его нет, я его хотела себе покупать. Вот. Вообще, сейчас на самом деле нужно будет покушать уже, потому что мне скоро выезжать за вероникой, нужно будет прогреть машину, покушать и, точнее, обратно, это все последовательности, быстро одеться и уже выезжать, потому что сегодня пятница, народ наверняка в магазинах уже будет очень много после 4 часов вечера, а нам нужно все успеть до 4, чтобы не попасть вот в этот супер-пупер массу людей. Вот. Так что сейчас еще немножко накрасимся и уже, наверное, будем снимать машину. Итак, как видите, я уже оделась, накрасилась, в Москве похолодало, но что самое смешное, у нас здесь грамулечки снега, зеленая травка и прохладно просто, и очень сухая погода. Декабрь просто жжет. Короче, сейчас еду за Никой, потому что я успела чуть-чуть хотя бы накраситься, взять с собой йогурт, потому что покушать я уже не успевала. Вот. И сейчас поеду за Никой, и мы сразу, наверное, двинем уже в торговые центры. Музыка. 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 потому что Ника забыла в этот раз карточку и киевскую, и я тоже ее не взяла, хотя я вот просто понадеялась на приложение, действительно все прошло, скидки получились, вот, поэтому обратите свое внимание, что приложение Card Parking, оно называется Card Parking, очень крутое, и там самое главное, у вас не список просто карт, а именно даже по значкам, потому что я, допустим, ориентируюсь по значкам конкретных магазинов. А я наконец добралась домой, у меня как настоящего малышка, знаете, такой вот полничек, у меня здесь тортик Наполеон, чаек и мой любимый шоколадлин с этим, с апельсиновой корочкой, он такой вкусненький, что я прям не могу, вот, поэтому сейчас буду кушать и смотреть сериал «Друзья», потому что я его никак не могу досмотреть, хотя уже прошло достаточно много времени. Кстати, пока вот не забыла вам показать, недавно тут пришла посылка от Buff and Body Works новогодняя, вот, они прислали свечку, вы знаете, вот эта вот свеча, я вам просто еще подробнее буду показывать в видео о, там, приобретении, там, подарках, покупках и прочем. Вы знаете, вот эта вот свеча пахнет очень сильной елкой, то есть не могу сказать, что я оказалась в полном восторге. Кстати, сегодня прислали в такой вот дико милом пакете, сейчас я колу уберу, типа я на здоровом питании и все дела. Вот, прислали все в таком вот очень милом пакете с таким вот лисенком, мне очень понравилась идея. Также они прислали, сейчас скажу, что это у нас крем для тела, кстати, он очень сладко пахнет, то есть он пахнет действительно таким вот, знаете, пралине или даже, я бы сказала, каким-то вот, ну, может быть, даже и тортиком Наполеона. Я просто очень люблю тортик Наполеон. Также они прислали вот такой вот гель для душа с сахарной этой, сахарная слива, вот как она у них называется, и мыло для рук, которое морозное ежевико, да, насколько я понимаю, в Blackberry это ежевико, ну, может быть, или черная малина, ну, вроде бы ежевик, в общем, поправьте, если я забыла. Так вот, прислали, не могу сказать, что я в восторге вообще от новогодней серии, то есть вот я сама заходила в Bath & Body Works и хотела себе купить кучу всего сначала, потом я перенюхала, поняла, что я уже отошла от вот этого вот, когда в доме пахнет всем и сразу, я сейчас предпочитаю абсолютно такие вот нейтральные запахи, поэтому оставлю, наверное, только вот эти вот вещи, которыми можно именно пользоваться, вот, а свечку либо до лучших времен, либо, не знаю, кому-нибудь ее подарю, потому что очень сильно она пахнет елочкой. Итак, давайте разберем то, что я купила как раз-таки в кейсе для Нового года. Первая это была вот такая вот штука, короче, это для украшения, для елки. Мне просто очень понравилось то, что как раз здесь всякие вот сердечки, коробочки, бантики. Я очень люблю, когда как раз-таки вот елка выглядит со всякими такими украшалками, кроме шариков. Вот, потом купила для упаковки бумаги подарочной, потому что я тоже фанат запаковывать подарки в бумагу. Вот, ну, я не знаю, как это называется. Раньше называлось, по-моему, то ли дождик, то ли что, но, в общем, сейчас я не знаю, вообще не в курсе, как это называется. В общем, это тоже что-то типа мишуры для елки. Также это можно просто насыпать, допустим, в вазу какую-нибудь, тоже красиво смотрится. Такие вот маленькие куколки, они мне тоже очень сильно понравились. Не знаю почему, но они такие милаши, по-моему. А вообще, я на самом деле очень люблю елки именно золотисто-красные. Ой, разбился шарик, представляете, пока я его везла. О, так жалко, один разбился, надо же, второй целый. Ну, ладно. Вот, на самом деле я абсолютно спокойно отношусь к разбитым шарикам, то есть, ну, разбился, разбился, ладно. Так, а потом... Это целый? Да, это целый. Потом еще одна упаковка таких вот шариков, поэтому будет три, а не четыре. Также смотрите, что я купила вот этого штучки, который вешается на подарки для того, чтобы написать имя, и самое главное, потом не думать о том, кому какой подарок достанется. Так, это чек. Вся сумма у нас вышла на 3,600, только это в Икее. Вот, еще сейчас из обе покажу. Также я купила набор столовых приборов, потому что они вечно куда-то пропадают. Я не знаю, как так получается, но у меня столовые приборы пропадают просто вот в доме на раз-два. Вот, ну и плюс я подумала то, что сейчас будут приезжать в гости, будут приезжать в гости новогодние праздники, нужно будет больше приборов. Также я купила из такого маленького коника. Ну, или олененка, не знаю, для меня это коник больше. На-на-на-на-на-на. Вот, я поставлю как раз-таки на задний фон видео огромную ленту для того, чтобы запаковывать подарки, потому что у меня вечно с этим проблема, она вечно заканчивается. Ну, естественно, маленький скотч, чтобы тоже запаковать подарки, и два коврика. Я всегда покупаю вот эти самые дешевые ковры, потому что он все равно там через месяц он переходит в негодность. Так, что я потом купила в этом, в ОБИ. Вот, кстати, в ОБИ тоже получилось на 3 тысячи, то есть, в принципе, вышло все это на тысяч шесть где-то вот. Просто так чисто немножечко закупиться на новогодние праздники. Именно для украшения дома. Такие вот шарики. Я люблю в основном пластмассовые шарики, я не фанат стеклянных, потому что вы можете уже понять, потому что стеклянные шарики в итоге превращаются в какой-то хлам. Вот, такой с оленями шарик. Потом я купила две мишуры. Одну красную, одну золотистую, потому что их тоже можно, если не на елку, тогда просто хотя бы по дому развесить. Самое дорогое – это лампочки. Я вообще не понимаю, почему лампочки стоят на самом деле так дорого. Для меня это всегда загадка, потому что вот эта вот вся внешняя атрибутика, ну, не может она столько стоить в себестоимости, и тем более в закупке. Плюс еще купила другие лампочки, которые, по-моему, именно... Они все с разными огоньками, то есть они, да, вот они цветные. Я просто сначала подумала, что они бежевые, но бежевые я уже повесила на окно. Ну, и плюс я купила мартышку на стекло, плюс я купила снежинки тоже на зеркала вешать, потому что они тоже очень мило украшают дом. И что-то еще. А, и штуку купила для свечей, потому что я устала уже от зажигалок обжигать пальцы, когда пытаешься зажечь большие свечи. Вот, так что это все, что я купила. Наверное, я сейчас уже буду все эти сумки разбирать, переходничку убирать все дома. Дом готовит как раз-таки к рождественскому такому... К наполнению рождественской атрибутики. Для этого все, соответственно, нужно убрать, протереть везде пыль. Вот, так что я вас всех очень сильно люблю. Я целую и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok